Всем привет! Вы на канале ВЗО, меня зовут Роман, и сейчас мы посмотрим, что произошло на этой неделе в мире экономики, финансов и не только. Начинаем, конечно же, с хорошей новости. А у нас их сегодня целых две. И первая хорошая новость. На наш канал на этой неделе подписалось 177 человек. Спасибо, что вы теперь с нами. Вторая хорошая новость. Мы выбрали победителя конкурса комментариев к прошлому выпуску. Им стала Алина и Зинаева. Алина, напишите нам вконтакте или в инстаграм. Ссылка будет в описании. А потом под своим комментарием укажите, с какого аккаунта вы нам написали. А если и вы хотите побороться за приз, просто досмотрите этот выпуск до конца, и мы расскажем вам все условия. А теперь к основным новостям. Любовь злых. Назван топ популярных схем обмана в день Святого Валентина. Известие. Одним из наиболее распространенных сценариев мошенников накануне 14 февраля стала переписка с пользователями соцсетей и сайтов знакомств, при которой люди сами отправляют свои личные фотографии компрометирующего характера. А затем этими же снимками их шантажируют мошенники, убеждая перевезти деньги. Тут как бы... Другой распространенный метод мошенники начинают прорабатывать еще задолго до романтического праздника. Они прикидываются иностранцам, длительно общаются, входят в доверие и постепенно начинают рассказывать о своих финансовых трудностях. Просят перевезти деньги в связи с проблемами со здоровьем, помощи коллеги или на что особенно реагируют влюбленные в связи с желанием прилететь в Россию для личного знакомства. В таких случаях ущерб может доходить до нескольких миллионов. Помимо этого, злоумышленники накануне 14 февраля используют фейковые страницы для покупки билетов в театр или кино. Деньги спишутся, но ни билетов, ни спутника вы не получите. Грустно все это. Манипуляции над таким светлым чувством. А потом мы получаем озлобленных людей, которые никому не доверяют. Названы условия, позволяющие получать в старости 55 тысяч рублей пенсии. Московский комсомолец Московский комсомолец провел опрос среди россиян, которые ответили, что для достойной жизни хотели бы получать пенсию 55 тысяч рублей. Сейчас средняя пенсия по стране 19 тысяч. Но основная масса пенсионеров получает около 14. Профессор финансового университета при правительстве Российской Федерации Алексей Зубец советует не особо надеяться на государство. Так как до такого желаемого уровня пенсии точно не поднимутся в ближайшее время. И по его словам, если вы хотите располагать на старости ежемесячным, независящим от властей доходом в 55 тысяч рублей, то такое возможно в двух случаях. Первый. У человека должна быть зарплата минимум от 100 тысяч рублей. Или второй. Он должен начать инвестировать в свое будущее заблаговременно. Лет с 20-25. Пусть понемногу, но регулярно с любых своих доходов. Что делать тем, кто не озаботился этим в 20 лет и получал среднюю зарплату, не уточняется. Получил пенсию, 10 тысяч. Пенсию, 10 тысяч. А что я живу? П***ю, соль заедаю? Ёлочка, мне нравится? Ёлочка, мне нравится? Самсунг проиграл в России суд о фейковой утилизации отходов. РБК. Росприроднадзор выиграл апелляцию по иску о штрафе южнокорейского Samsung на 89 миллионов рублей за недостоверную отчетность о самостоятельной утилизации использованных товаров. Самсунг сделали липовый акт об утилизации своих отходов за 2019 год. Росприроднадзор провел проверку, соотнес объемы утилизации и отчетность, и они, как теперь ясно, не сошлись. Помимо штрафа, южнокорейской компании также придется заплатить экологический сбор в размере около 45 миллионов рублей. На вырученные от этого средства власти уже собираются построить инфраструктуру по обращению с отходами, в том числе для их утилизации. Ведь у меня все схвачено, за все заплачено. Больше трети россиян за последний год ни разу не сделали пожертвования. Pastila.ru 42% россиян за последний год практически ни разу не сделали пожертвования. Не дали нуждающимся денег, в том числе просящим милостыню. Следует и запроса проведенного высшей школой экономики. Опрошенные, которые делали пожертвования, чаще всего предпочитали давать деньги на помощь больным детям, пожилым людям или животным. Если вы хотите сделать доброе дело, выбирайте проверенные крупные фонды. Например, Хабенского или Подари жизнь. Они практически все есть в мобильных приложениях банков, где вы можете сами настроить ежемесячное пожертвование. Фонды для животных вы легко можете найти в своем городе. Причем ваша поддержка может быть не только материальной. Им часто нужны какие-то вещи или какая-либо помощь. А вот на улице милостыню все же давать не стоит. Часто ваше пожертвование просто не достанется получателю, а пойдет на развитие бизнеса попрошаек. Если очень хочется помочь, лучше купите им горячей еды. Россияне стали чаще подписываться на онлайн кинотеатры. Фильм.ру К концу 2021 года уже 44% жителей России оформили подписки на те или иные сервисы. Тут стоит отметить, что ранее этот процент был не больше 30. Самыми популярными онлайн кинотеатрами стали Кинопоиск, Нетфликс и Окка. А потеряли свои позиции Иви, Мегуго, Винг. В России подешевели картофель и лук. Мария новости. Цена на репчатый лук снизилась аж на 0,2%. Но при этом подорожала морковь, свекла, огурцы, бананы, гречка. Да в целом бессмысленно перечислять, так как скоро подорожает все. Добро пожаловать в мир экстремальных способов экономии. Названы наиболее покупаемые онлайн товары в России. Лента.ру Согласно исследованию банка открытия, наиболее покупаемые онлайн товары в России – это одежда и обувь. А онлайн покупками еды и продовольственных товаров пользуются около 45% россиян. Финансовые же продукты готов приобретать онлайн только каждый восьмой опрошенный. А если вы хотите больше узнать о финансовых продуктах или сомневаетесь в выборе кредитной карты, может быть просто хотите получить полную информацию. Welcome на наш сайт. Детальные обзоры на все виды карт. Подробные отзывы пользователей, лайфхаки и не только. Ссылочку мы оставим в описании. Натура Сиберика займется производством товаров для взрослых. Состав.ру Натура Сиберика намерена включить в ассортимент 580 новых товаров, в том числе продукцию для ароматерапии, устройство для сексуального здоровья, массажеры и биологически активные добавки. В это обновление будет вложено примерно 500 миллионов рублей. У компании были не самые простые последние годы. Сначала из-за пожара на заводе, где Сиберика арендовала помещение, им предъявили иск на 4,5 миллиарда рублей. Потом, в январе 2021 года, умер владелец компании Андрей Трубников. А дальше в компании пошли разборки за товарные знаки. А ведь Натура Сиберика это еще и всякие рецепты бабушки Агафьи, планеты органики и так далее. Было даже приостановлено производство. И вот, месяц назад, был назначен новый гендиректор, который, видимо, вот так решил расширить ассортимент. Мои вкусы довольно необычны. Сегодня в нашей рубрике «Совет от ВЗО» мы рекомендуем вам воспользоваться правилом 50-20-30. Если вы хотите не только накапливать, но и приумножать свои сбережения, разложите свой ежемесячный доход на три составляющие. 50% траты на необходимые нужды, такие как еда, транспорт, услуги ЖКХ, лекарства и так далее. 20% ваши сбережения и вклады, которые обязательно должны работать на вас в будущем. Также сюда можно включить выплату долгов. 30% любые разовые покупки и развлечения, походы в музеи, шоппинг, кафе и рестораны. Это правило позволит вам копить деньги и не отказывать себе в удовольствиях, ведь финансовое планирование не должно сопровождаться лишениями. Попробуйте и обязательно напишите нам, что у вас из этого получилось. А на сегодня это все новости. Напишите свое впечатление о выпуске, поделитесь своим лайфхаком экономии, не забудьте поставить хэштег WZO конкурс. Лучший комментарий мы выберем и наградим. Также на этой неделе мы вручим наш почетный кубок Гроза комментаторов и сертификат ВАЗОН на 1000 рублей. Удачной вам недели, скоро увидимся, пока.